Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Один на один со страшным диагнозом и все равно с улыбкой на лице. Сильные духом российские звезды. Они всегда улыбаются, постят красивые фотографии и эффектно проходятся по красной дорожке. Поклонники даже не подозревают, через какой ад на самом деле пришлось пройти знаменитостям, дабы снова блистать на экране. Эти российские звезды столкнулись со смертельными болезнями и победили. Юрий Николаев Пожалуй, Юрий хорошо знаком совершенно разным поколениям зрителей. В свое время он был ведущим таких популярных шоу, как «Утренняя почта», «Достояние республики», «Утренняя звезда» и так далее. В 2000-х у Николаева диагностировали раковое заболевание кишечника. Ведущий сразу же начал лечение. Ему пришлось перенести несколько курсов терапии, а также различные хирургические вмешательства. Развитие болезни удалось остановить, но спустя 5 лет начался рецидив, а затем еще один. Стоит отдать должное мужеству и силе 70-летнего мужчины. Даже во время сложной терапии он не переставал работать, появляясь то в одном, то в другом шоу. Не так давно ведущий стал обладателем специальной премии от Муз-ТВ под названием «За вклад в жизнь». На церемонии Юрий поразил всех своей худобой, которая, скорее всего, связана с необходимостью постоянно принимать лекарства. Николаев ответственно относится к собственному здоровью, регулярно проходит диагностику и тщательно соблюдает все предписания врачей. Несмотря на то, что болезнь продолжает периодически возвращаться, ведущий сохраняет бодрость духа и не намерен сдаваться. Дарья Донцова Она, без сомнений, является одной из самых популярных российских писателей современности. Ее книги раскупают молниеносно. Но далеко не все поклонники Дарьи знают о том, что женщина перенесла рак молочной железы. Ей пришлось сделать четыре сложных операции, но на этом мучения не закончились. Далее последовало несколько этапов химиотерапии и курс гормонального лечения, который длился практически пять лет. Но женщина не унывает, продолжает писать и с удовольствием общается с читателями. Юля Волкова Бывшая солистка группы Тату столкнулась со страшным диагнозом в юном возрасте. Врачи диагностировали рак щитовидки. Разумеется, Юлю сразу же направили на операцию, но одна маленькая ошибка хирургов практически лишила певицу голоса. После этого девушка перенесла еще несколько операций в разных больницах мира. К счастью, сейчас у Юлии все хорошо и она потихоньку восстанавливает вокальные умения. Борис Корчевников В свое время очаровательный подросток завоевал сердца зрителей, сыграв мужественного, доблестного курсанта в сериале «Кадеты». А затем ему предложили работу ведущего ток-шоу «Прямой эфир». Далеко не сразу мир узнал, что у парня диагностировали опухоль мозга. Актеру и телеведущему пришлось перенести сложнейшую операцию, а после пройти курс медикаментозной терапии. Сейчас Борис все еще наблюдается в клинике. Врачи говорят, что в конце концов он полностью восстановится, но на это требуется время. Андрей Гайдулян Андрей – звезда популярных российских сериалов, включая «Универ» и «Саша Таня». Кто бы мог подумать, что у молодого парня диагностируют лимфому Ходжкина. Актер длительное время пребывал на лечении в одной из германских клиник. Сейчас он вернулся домой, а его состояние здоровья удовлетворительное. С другой стороны, Андрей отмечает, что зрители, равно как и режиссеры и продюсеры, успели забыть о его достижениях. Но актер не унывает. Он говорит, что болезнь сделала его более смелым. Он перестал бояться неизвестного, перестал переживать по поводу денег и отказов на кастингах. Валентин Юдашкин Валентин – талантливый дизайнер, изделие которого пользуются огромным спросом. Не так давно и модельер столкнулся со страшным диагнозом – рак. Лечение проходит очень тяжело. Юдашкин перенес операцию на желудке, ему вырезали часть легкого и почку. К сожалению, даже эти процедуры не помогли избавиться от недуга. Дизайнер все еще проходит лечение, надеясь на выздоровление. Светлана Сурганова Бывшая солистка группы «Ночные снайперы» также столкнулась с онкологическим заболеванием. 20 лет назад у нее обнаружили рак кишечника. Светлана не сразу согласилась на операцию. На хирургический стол певица легла лишь тогда, когда жизнь ей могло спасти лишь экстренное вмешательство. К сожалению, этим все не закончилось. За первой последовало еще несколько операций, а затем реанимационная палата и длительный курс реабилитации. Певица все же сумела справиться и с болезнью, и с не менее опасной терапией. На сегодняшний день со здоровьем у нее все в порядке, хотя она продолжает регулярно консультироваться с врачом. Эти диагнозы ужасны. Можно лишь представить, насколько мужественно сражались со своими болезнями звезды. А что по этому поводу можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.